Здравствуйте! В эфире новости Колпинского района. В студии Мария Легонькова и ближайшие четверть часа я и мои коллеги расскажем вам о самом важном и интересном жизни нашего района. Сегодня в выпуске. Есть жалобы, обращайтесь. Куда можно позвонить жителям Колпинского района, если коммунальщики плохо убирают снег? Что год грядущий нам готовит? Чиновники рассказали журналистам о росте тарифов, подлежащих государственному регулированию. Будущее рядом. В Петербурге проходит международный слет лучших роботов мира. Теперь об этих и других событиях подробнее. Подарок Новому году жителям Колпина сделали пассажиры Автотранс и администрация района. В автобусном парке появилось 25 новых машин. Автобусы производства Минского автозавода вышли на свои маршруты прямо в день передачи. Оценить комфорт новых машин смогут горожане, пользующиеся маршрутами 196, 326 и 327, осоединяющими Колпина с Петербургом. Пассажир Автотранс получил 280 новых автобусов, которые мы направили в соответствующие парки. Колпинское автопредприятие было возрождено в качестве отдельной производственной площадки, в качестве отдельного филиала. И у него оказалась самая старая техника, поэтому часть поставки, которую мы получили, пошла сюда на эти маршруты. Автобусы отвечают самым современным требованиям комфорта и безопасности. Все автомобили низкопольные. У них есть выдвижная аппарель, что удобно для пожилых людей и инвалидов. В салоне помимо печки есть кондиционеры, а также электронное табло, информирующее пассажиров об остановках, температуре внутри автобуса и на улице, времени и многом другом. Двигатели соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Но, к сожалению, время поездки новой машины не изменит, так как утренние и вечерние пробки остаются одной из главных транспортных проблем района. А теперь информация для автомобилистов. В поселке Саперный закрыли движение сразу на нескольких улицах вплоть до начала лета. Поэтому будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут следования. Так уже не проехать в связи с прокладкой канализации по улице Станционной. Ее закрыли от Саперного переулка до Мгинской улицы и от Мгинской до Дорожной. Работы здесь планируют завершить лишь 31 мая. Также напоминаем, что с декабря действуют ограничения на улице Дорожной и Центральной. Они будут закрыты до марта текущего года. Накануне дороги Петербурга заблокировали 10-ти бальные пробки. В городе были зафиксированы максимально автомобильные заторы. Снег потаял, но расслабляться не стоит. Синоптики вновь обещают сильно осадки и снова объявляют о штормовом предупреждении. Вчера причиной затруднения движения по городским трассам стал обильный снегопад, длившийся практически всю ночь. Во многих районах Петербурга автомобильные дороги были завалены снегом, из-за чего водители ехали с минимальной скоростью. Состояние пешеходных зон тоже оставляет желать лучшего, отчего растет недовольство жителей. Улицы убраны плохо, ходить очень сложно по улицам. И я считаю, что ответственность за это несут соответствующие службы, которые обязаны это выполнять. Одной из причин проблемы является недостаточное количество спецтехники. Петербург сегодня убирает чуть больше 1 тысячи снегоуборочных машин. По мнению ответственного вице-губернатора Игоря Албина, городу нужно гораздо больше, как минимум 3 тысячи. В ближайшее время правительство Петербурга займется решением этого вопроса. Добавлю, также управляющим компаниям катастрофически не хватает дворников. Так, по данным администрации района, в конце прошлого года укомплектованность основных управляющих организаций составила лишь 52% от норм, рассчитанных жилищным комитетом. Сложная ситуация и в Колпинском районе – всего 30%. В случае ненадлежащего качества выполнения работ по уборке снега на улицах Колпинского района можно обращаться по телефону, который сейчас вы видите на вашем экране. Также о плохой уборке территории вы можете сообщать по телефону дежурной службы администрации Колпинского района 576-96-00. Прокуратура признала ограничение продажи жетонов в метро вынужденной мерой. Об этом прессе заявил прокурор города Сергей Литвиненко. Напомним, в конце декабря метрополитен столкнулся с дефицитом проездных монет. За последний месяц прошлого года из оборота исчезло более полутора миллионов жетонов. Причины – предновогодняя суета и подорожание проезда на общественном транспорте на 3 рубля. Тогда руководство метрополитена было вынуждено ограничить продажу жетонов. Лимит сняли 1 января. Несмотря на это, на некоторых станциях Петербургской подземки жители на протяжении новогодних каникул сталкивались с ограничениями. В новогодние дни приходилось стоять в очереди с жетонами полчаса-час. Но последние несколько дней такого в очереди не наблюдается. Сегодня я спустился с ветеранова. Именно в метро, внутри которого на кассе, большой очередь. Ну, скажем так, три ряда. Мы по карточкам студенческим ездим, поэтому у нас не коснулось. Но мы видели очереди, да. Сегодня ездила в метро, а очередей никаких не видела. Я считаю, что, чтобы люди не сталкивались с проблемами с очередями, купить карточку, положить на нее деньги и пользоваться. В пресс-службе метрополитена заявили, с сегодняшнего дня проблема с очередями должна быть исчерпана. В кассы метро поступила очередная партия из Монетного двора. Больше полутора миллионов жетонов. Отметен транспортный коллапс Петербургской подземки. Заставил властей рассмотреть вопрос полного отказа от системы жетонов, как это уже давно сделано в Москве. Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте – не единственное изменение, которое ожидают горожан в новом году. О росте тарифов, подлежащих государственному регулированию, рассказали на пресс-конференции в ЭТАРТАС. Услуги ЖКХ подорожают с июля в среднем почти на 9%. Меньше всего это коснется газа, значительно холодной воды и водоотведения. Стоимость их поднимется аж на 10%. Таким образом, в целом, к оплате коммунальных услуг ежемесячно на одного человека прибавится 160 рублей. Кроме того, поэтапно повысится коэффициент нормативов потребления. Правда, речь идет о тех домах, где не установлены узлы учета. Также сообщили подробности о пилотном проекции платной парковки в центре Северной столицы. Замысел притворят жизнь весной. Уже известно, что место на стоянке обойдется автовладельцу в 60 рублей за час. К слову, независимо от того, выходной или праздничный день. Добавим, предусмотрены и льготы. На них смогут рассчитывать в частности жители близлежащих домов. Праздники – неспокойное время для правоохранителей, медиков и спасателей. Не стали исключением и новогодние каникулы. Так, в Колпинском районе произошло 5 пожаров и 14 возгораний. Погиб один человек. О некоторых несчастных случаях расскажет старший инспектор отдела надзорной деятельности Колпинского района Оксана Разумова. Ей слово. 3 января произошел пожар по адресу город Колпино, бульвар трудящихся, дом 13. В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела комната площадью 12 метров квадратных. На месте пожара обнаружен труп мужчины, 1989 года рождения. Материальный ущерб и причина пожара устанавливают. 7 января произошел пожар в Колпино, на Новгородской улице, дом 9. В результате пожара в однокомнатной квартире на кухне обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра. Материальный ущерб собственнику квартиры не нанесен. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем жильцов квартиры. К другим новостям. Отдел военного комиссариата по Колпинскому району признан лучшим в Петербурге. Норма минувшего призыва была выполнена полностью. Напомню, этой осенью 2014 года в армию отправились служить 137 человек. Большинство из них были распределены военной части Псковской и Новгородской областей. Добавим, заседание призывной комиссии зачастую проходит с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Об образовательных учреждениях проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Отметим также, что минувшей весной норма военного призыва была выполнена аж на 102%. В преддверии Нового года в Доме молодежи Колпинец отметили самых активных добровольцев нашего района, которые на протяжении всего года участвовали и помогали в организации различных мероприятий и акций. Эти ребята стараются на благо нашего города, совершая добрые дела. Именно благодаря их усилиям Колпино становится лучше. Как важно в современном ритме жизни успеть оглянуться, успеть протянуть руку помощи тем, кто в этом особенно нуждается. Приятно отметить, что в нашем районе живут добрые и отзывчивые молодые люди. В этот вечер на втором ежегодном конкурсе волонтеров самых активных ребят поздравляли специально приглашенные гости. Наталья Соболева, директор Дома молодежи Колпинец. Валерий Дубченко, помощник депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Елены Киселевой. И Павел Поляков, депутат муниципального образования города Колпино. До этого волонтеров у нас не чествовали, к сожалению, в Колпинском районе. Молодцы сотрудники Дома молодежи, что придумали такое замечательное мероприятие, где они собрали самых лучших, самых отзывчивых, самых неравнодушных людей и ребят, которые в районе занимаются волонтерской деятельностью. Активных добровольцев выбирали сами ребята, участники молодежных добровольческих организаций нашего района. И действительно, в этот день на сцене предстали прирожденные лидеры, которые смогли завоевать признание коллектива. Танцуют, читают стихи и даже лечат. В северной столице проходит международная выставка «Бал роботов». Мировые достижения в области робототехники демонстрируют в креативном пространстве ткачи. Руба Пушкин – создание российских инженеров. Он может продекламировать любой стих на любую заданную букву. Создатели уверены, их голова может привить у детей любовь к литературе. К сожалению, пока отечественные достижения робототехники мало представлены на выставках такого класса. «Бал роботов», по мнению организаторов, должен исправить эту ситуацию. Миссия «Бала роботов» – это возрождение инженерной мысли в России. Мы хотим вдохновить молодое поколение, идти в инженерные профессии, создавать своих роботов наравне с мировыми. Вдохновиться на выставке есть чем. Роботы из США, Кореи, Японии и стран Европы танцуют, конструируют и боксируют. Посетители могут с ними поиграть и даже пообщаться. Суперзвезда «Бала» – робот Теспиан. Он поет песни, признается в любви и даже просит сделать селфи. Британец Теспиан считается самым эмоциональным в мире. А в углу выставочного зала скромно расположился «Пару». Он имитирует детеныша гренландских тюленей, используется для лечения болезни Альцгеймера, а также для борьбы с депрессией у пациентов в больниц и домов престарелых. Отметим, впервые «Бал роботов» прошел в Москве. И, по словам организаторов, стал самым успешным выставочным проектом за всю российскую историю. За два месяца экспозицию посетило свыше 150 тысяч человек. Здесь можно не только оценить представленные изобретения, но и попробовать себя в роли инженера. В специальной лаборатории посетители осваивают базовые навыки проектирования, программирования и сборки роботов. В ночь с 18 на 19 января православные будут отмечать один из самых древних праздников христианской церкви – крещения. Его главные традиции связаны с водой. В Колпинском районе уже определены два места для обряда омовения. По традиции купели появятся в Колпино на реке Ижора у Свято-Троицкого собора по адресу улиц Володарского 40 и в поселке Устежора на реке Нева у церкви святого благоверного князя Александра Невского. Шлиссербургское шоссе 46. На площадках для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, а также бригады скорой помощи. Крещенские купания пройдут 18 января с 19 часов до часу ночи 19 января и 19 с 12 до 17 часов. Для удобства горожан установят палатки. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. До встречи в понедельник 19 января в это же время. И помните, мы самое близкое к вам телевидение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин